Здравствуйте! Это программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России и исторического факультета ОГУ имени Тургенева, Абинякин Роман Михайлович. Роман Михайлович, добрый день! Здравствуйте! А в рамках Года памяти и славы и посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне по всей стране проводятся всенародные исторические депозитарии «Лица Победы». Я так предполагаю, что вы об этом знаете, и так как это непосредственно связано с вашим родом деятельности, можете рассказать чуть подробнее о проекте, в чем его суть, цель заключается? Ну, суть проекта, в принципе, очень благородная и адекватная и своевременная, поскольку это предполагает создание уже не просто списков участников войны, но и более широко рассмотреть эту проблему. То есть посмотреть, во-первых, поднять семейные архивы, чтобы наши люди, чтобы вспомнили своих родственников, не только тех, что самое интересное и приятное, которые воевали, которые погибли, но еще и тех, которые работали в тылу, которые участвовали там в партизанском, подпольном и так далее, и так далее движении. То есть воссоздать как бы калейдоскоп всех тех простых рядовых участников войны, без которых победа была бы невозможна. А как вообще принять участие? Что необходимо сделать? В принципе, для этого необходимо либо в электронной форме, то есть на сайте данного проекта зарегистрироваться, либо даже для тех, кто, может быть, не владеет компьютерной техникой, обратиться письменно, прислать свои материалы по адресу, который тоже имеется на сайте. А нельзя ли провести какие-либо аналогии с, ну, похожей, согласитесь, акцией «Бессмертный полк»? Там ведь тоже основная задача – это показать своих родных, близких, знакомых. Вы знаете, аналогия, безусловно, есть. Однако, мне кажется, что вот этот вот депозитарий, он гораздо более содержательный. Почему? Потому что, ну, что мы видим во время прохождения «Бессмертного полка»? Вот просто сторонний наблюдатель. Видит лица фронтовиков, видит лица участников войны, их родственников. Это, безусловно, важнейшее психологическое, моральное и так далее единение. Но, все-таки, информации об этих людей, ну, прочитать на тех подписях, которые на фотографиях имеются, не так удастся, естественно. Другое дело, что, конечно, у «Бессмертного полка» есть еще одна, вроде бы скрытая для внешнего наблюдателя задача. Это для того, чтобы выйти с таким портретом, каждая семья должна его найти, должна собрать информацию и так далее и тому подобное. Поскольку ей это интересно. Не должна, но, коль скоро это собираются сделать, то приходится это делать, поскольку интерес, безусловно, в таком случае есть. А вот депозитарий, он же предполагает собрать максимально подробную информацию, не только внешнюю, визуальную, фотографическую, но еще и информацию об этом человеке. Причем не на уровне приказов, архивных каких-то материалов. Вот тогда-то назначен, тогда-то ранен, тогда-то уехал в эвакуацию со своим заводом. А сделать совершенно другую вещь. Посмотреть семейные, может быть, материалы, предания, устные воспоминания и так далее и тому подобное. То есть создание своего рода такого народного архива войны, который, к сожалению, раньше почему-то даже и не задумывались создавать. А по-вашему, все-таки какой результат должен быть достигнут этим проектом? То есть помимо объединения заявки, по-моему, 150 миллионов человек готовы принять? Ну, практически каждого жителя нашей страны. Наверное, не только, согласитесь. Я думаю, конкурс не только в нашей стране проходит, не конкурс, а акция. Безусловно, потому что огромное количество и ветеранов войны, и их родственников живет в других странах. И причем не только в ближнем зарубежье. Не только Белоруссия, Украина, бывшие республики Советского Союза и так далее и тому подобное. Но и в дальнем зарубежье оказалось достаточно большое количество людей. Я уж не говорю про государство Израиль, где, наверное, после Советского Союза было второе, уже в 70-е, 80-е годы, количество участников Великой Отечественной войны именно на стороне Советского Союза, которые воевали. Какой итог положительный подразумевает эта акция? Положительный итог – это, конечно, огромное расширение информационного пространства. То есть увидеть то, что раньше было скрыто. То есть посмотреть на войну, с одной стороны, более бытовой, а с другой стороны, с точки зрения вот этой, ну что ли, более близкой, более психологически тонкой, более семейной истории, которая, конечно же, будет и полезна для нас, для историков профессиональных, для исследователей. То есть увидеть тот пласт, который раньше не был задействован. Вот эти истории могут пользоваться, как вы считаете, популярностью среди создателей учебников по истории? Они добавят что-то новое? Ну, вы знаете, среди учебников нет. Учебник по большой, ну, не сразу, по крайней мере, потому что учебник – это продукт все-таки конечный. Учебник пишется по тем или иным материалам, которые уже более-менее основательно… Проверенные, задокументированные. Проверенные, задокументированные и так далее. Да, совершенно верно. Что же касается вот материала этого, то он будет нуждаться еще, с точки зрения профессиональной истории, в очень мощной обработке. Потому что, во-первых, какой пласт предполагается участие, даже если не 150, а хотя бы несколько миллионов человек отзовется, а будет, наверное, больше. А, во-вторых, еще и очень-очень разноплановая по качеству будет все-таки информация, потому что будут писать люди так, как они понимают. И вот привести к общему знаменателю – это, конечно, потребует времени. Но в дальнейшем, конечно, через некоторое время это станет уже в обработанном виде, в обобщенном виде, так скажем, вполне достойным и для издания, там, я не знаю, в печатном или в интернет, в электронных изданиях и так далее, и так далее. Начиная со списков и портретов и заканчивая какими-то уже обобщенными данными исследовательскими. И вот это уже может пойти в учебники. Потому что, например, как бы ни писали в свое время очень подробно про Великой Отечественную войну с точки зрения тыла, но про тыл известно вот на уровне бытовом. Таком гораздо меньше сейчас историкам. И материалов именно, как жили люди, как это они воспринимали, известно только по опубликованным, может быть, и воспоминаниям. Потому что раньше, вы знаете, до 90-х годов вообще как-то это даже и не рассматривалось. Только в 90-е годы, например, появился такой статус людей, которые их приравняли к ветеранам войны, как дети войны. А раньше они, в принципе, ну и что, жили во время войны, работали там с 12-13 лет на заводе, но они никоим образом, ну, как-то вот... Не были отмечены. Не были отмечены, их подвиг как-то проходил мимо. Теперь же это тоже войдет, безусловно, вот в эти вот хроники. Тем более, что дети войны сейчас находятся еще в весьма дееспособном возрасте. Их много осталось, и поэтому их, конечно, вклад будет тоже бесценный. Потому что всего-то ветеранов осталось, самих ветеранов, весьма-весьма мало. Что-то там от 34 до 60 тысяч по разным оценкам. Но вот их родственники, конечно, смогут не только с живыми ветеранами, но и со своими семейными архивами, со своими семейными воспоминаниями поработать и дать информацию. Давайте пока говорим с вами про семейные архивы. У нас помимо акции «Лица Победы» еще запустили конкурс семейной фотохроники «Великих войн России». В целом, согласитесь, акции созвучны. Может быть, об этом конкурсе что-то вы знаете? Да. Потому что я по незнанию бы подумала, что это, в принципе, одно и то же. Что там семейные фотохроники, что... Нет, не совсем верно, поскольку сходство, безусловно, есть, но на самом-то деле тут ситуация несколько иная. Во-первых, здесь «Великие войны», то есть здесь шире охват хронологический, то есть идет материал не только по войне Великой Отечественной и Второй мировой. Там приглашаются к участию люди, которые имеют какой-то семейный, так сказать, родовой материал и по Первой мировой войне, и по другим войнам, локальным конфликтам, в которых семья участвовала. Там, скорее, может быть, даже не тематически по войнам. Там, скорее, берется история именно семьи, и там задействуется ее, семьи, участие в тех или иных разных событиях. И не только, кстати, сказать войнах. Если посмотреть участие, то есть условия этой акции, то там очень отчетливо видно, что любые значимые события в истории нашей страны. А почему сюда не привлечь, например, участников колхозного строительства или целинной компании, или той же самой перестройки, в конце концов, и так далее, и тому подобное. То есть намного обширнее объемная акция. С одной стороны. С другой стороны, это все-таки конкурс. А конкурс есть акция по времени ограниченная. То есть она до 20, кажется, июня 2020 года. То есть вот проходит. Да, она заканчивается потом, то есть прием материала ограничен, и, стало быть, материал будет более ограничен по количеству участников. Поскольку, я не думаю, чтобы 100 или 150 миллионов человек откликнулись за оставшееся время, тем более, что там же конкурс, стало быть, это не просто представление в свободной форме фотографий, истории и так далее, и тому подобное. Тут же... Есть какие-то критерии определенные? Да, там определенные критерии конкурсные, то есть еще и как бы вот не в форме компьютерной обязательно презентации, но презентовать в широком смысле, показать, оформить, определенно по логике, по сюжету выстроить вот свой конкурсный материал, безусловно, конечно, нужно. Поэтому это будет более как бы временно и трудоемким, поэтому, конечно же, число участников это определенным образом ограничит. И еще, на что хотел обратить внимание, а вот лица победы, это депозитарий предполагает бессрочное действие. Совершенно верно. Хоть сейчас, хоть через год, хоть через пять. То есть человек может участвовать в этом постепенно, накапливая материал, пополнять их и так далее, и тому подобное. Роман Михайлович, как вы считаете, будет ли акция лица победы пользоваться популярностью у орловчан? Я вижу, что вы к нам пришли не с пустыми руками. Вы, я так понимаю, тоже участвуете в этой акции, правильно? Я еще пока не участвую, я только готовлю материалы для ее участия. Но участвовать, конечно, хотелось бы, поскольку далеко не вся информация, которая есть у людей, она присутствует в официальных каких-то источниках типа архивов и так далее, и тому подобное. Ну, пример приведу, вот по своему деду родному Михаилу Леонтьевичу Абинякину, хранится дома орден Красного Знамени его, хранится наградное удостоверение. Но нигде, пока я не нашел приказа о том, где, за какие конкретные действия он его получил. Ну, может быть, это обусловлено сферой его службы с 43-го года и далее, и до 41-го года. Это управление НКВД по Орловской области. Там вполне возможно, что просто это не публиковалось. Но, по крайней мере, вот я хотел обратить ваше внимание еще, что есть же вот этот известный проект, теперь уже архивный, электронный проект Центрального архива Министерства Вороны. Это победители, где можно найти сведения о каждом, каждом награжденном любой наградой, но только по вооруженным силам. А вот по спецслужбам и так далее за годы войны материалов там нет. Нет, потому что они засекречены? Нет, просто это другое ведомство. Это, соответственно, МВД, ФСБ и так далее и тому подобное. А вот этот проект победителей является чисто проектом Министерства обороны. Но вы же не с одной фотографией к нам пришли. Рассказывайте, кто у вас еще? Ну, вот это тот самый Михаил Леонтьевич Абинякин, мой дедушка, родной дедушка, я сам поздний ребенок, и папа мой был достаточно поздним ребенком. Это человек с уникальной судьбой, с уникальной биографией. Начинал службу еще в царской армии солдатом, причем в лейбхвардии прибраженского полка. Потом оказался в рядах Красной армии, потом всю гражданскую войну прошел. Воевал с мочами потом в Средней Азии, до этого Крым брал, от Врангеля освобождал. А потом оказался в органах ОГПУ. Сюда, в Орловскую область, приехал для того, чтобы ликвидировать очень крупную, очень страшную банду, здесь была в 20-е годы, Жердова и Корытина. Ну и потом осел в Орловской губернии. И в 1935 году, когда вводили персональные звания, получил звание, вот здесь на фотографии видно, это три шпалы, в армии такие носил полковник, а это капитан НКВД. И потом с 1941 по 1943 год служил в армию, был призван, был в 314 стрелковом полку, потом был в 10 парке инженерных машин. Собственно, на Курской дуге, на Брянском фронте получил такую контузию, что в разгар войны был с фронта комиссован. Потом служил еще здесь, опять же, в Орловском НКВД, а потом в 1951 году был уволен уже как инвалид. И он и умер-то, в принципе, достаточно еще не старым человеком на 1961 году жизни, в 1956 году. По-вашему, все-таки, на что еще необходимо сделать упор при изучении подлинной истории Великой Отечественной войны? Ну, согласитесь, ведь в настоящее время все чаще и чаще привираются факты, искажается история, и роль, и победы, и подвиги советских военных недооценивают. Как сделать так, чтобы память жила? Вы знаете, память жить будет всегда, несмотря на все эти попытки, которые сейчас делаются. Тем более, что эти попытки сейчас, слава богу, делаются в основном не в России. Понятно, что героизация пособников нацизма, неважно, где они были, в Польше, Прибалтике, на Украине, в Белоруссии или на Кавказе, они просто противозаконны, потому что никто не отменял решение международного военного трибунала в Нюрнберге, где без срока давности пособники нациста призваны международными военными преступниками. А что касается исследования, изучения истории войны, подлинной истории войны, конечно, большое сейчас внимание уделяется подвигам, героизму и так далее. Но не меньше внимания, правильно, что сейчас начали уделять, вот сохранению памяти о тех, кто и погиб, и выжил. Поскольку очень большие спекуляции сейчас идут со стороны людей, которые и не думают пересматривать подвиг нашего народа и так далее, и тому подобное, в войне. Но спекуляции идут по поводу совершенно несоразмерного увеличения количества жертв войны, то есть приписывания тех жертв, которых не было. Ну, о чем говорить, если Солженицын в свое время, при всем уважении к нему как писателю, историк он никакой, конечно, говорил о 53-56 миллионах погибших и так далее, и тому подобное. Записано говоря, вот уточнение и сохранение памяти погибших, уточнение их списочного состава. Говорят, пока не похоронен последний солдат, война не закончена. Вот, это одна из актуальнейших задач. И вы посмотрите, каждый, даже на примере Орловской области, каждый год, весна, лето, десятками перезахоронения происходят. Ну, а что касается вот сохранения памяти, то, наверное, это многое будет идти из семьи. Поскольку, если люди, не только старшее поколение, но и молодежь, школьники будут привлечены вот к этой работе родителями, не школами, не какими-то там государственными или общественными структурами, а прежде всего родителями, не будут привлечены к истории своей семьи, к сохранении памяти, к интересу, что делали бабушки, прабабушки, дедушки, прадедушки. И тогда, мне кажется, как раз и будет тот самый результат, который будет не казенный, не формальный, а именно массовый, реальный и патриотический. Вам спасибо большое за беседу. Спасибо вам. У нас в гостях был кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России исторического факультета ОГУ имени Тургенева, Абинякин, Роман Михайлович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова